В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Вместе с новыми смартфонами линейки Pixel, Google представила и флагманский Chromebook Pixelbook. Новинка работает на собственной операционке Google Chrome OS и представляет собой трансформер. Аналогичное решение предлагает Lenovo в линейке Yoga. Клавиатура Pixelbook поворачивается на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. Толщина алюминиевого корпуса в сложенном состоянии составляет чуть более 10 миллиметров. Вес Pixelbook 1 килограмм 100 граммов, так что сильно отягощать сумку ноутбук не будет. Диагональ сенсорного IPS-экрана составляет 12,3 дюйма, разрешение отличное, Quad HD. Максимальная яркость неплохая для ноутбука, но не максимальная, 400 нит. В зависимости от версии Pixelbook оснащается процессорами Intel Core i5 или i7. Максимальный объем оперативной памяти 16 гигабайт. Немного непонятно, для чего лэптопу на Chrome OS такие мощности, ведь операционка использует те же приложения, что идут для Android, а им и мобильных процессоров с 4 гигами оперативки хватает с головой. А вот постоянной памяти много не бывает. Максимально Pixelbook может получить 512 гигабайт на SSD. Клавиатура выполнена по островному типу, имеет подсветку и мягкий ход, сильно напоминает таковое в Apple MacBook и Microsoft Surface Book. Аккумулятора, по заверению Google, хватит на 10 часов работы, поддерживается быстрая зарядка, что очень здорово. А вот количество разъемов не радует. Всего два USB Type-C и один стандартный аудиоразъем. Все по последней моде, которую задала компания Apple со своими макбуками. За все это богатство с большим количеством ограничений Google просит немало. Младшая версия — это 8 гигов оперативки и 128 гигабайт на накопителе — будет стоить 1000 долларов. Более мощные модификации, соответственно, еще дороже. Ценовая политика опрометчивая, ведь за эти деньги можно купить MacBook Pro или Ultrabook на Windows. И это уже будут полноценные устройства, а не мощное железо на обрубленной операционке, как в данном случае. Вместе с Pixelbook Google представила стилус Pixelbook Pen. Его производством занимается опытная в этой сфере компания Wecom. Pixelbook Pen распознает 2000 степеней нажатия, отклик составляет всего 10 миллисекунд. Стоит эта ручка также немало — 100 долларов, аксессуар продается отдельно. В данный момент в Англии, США и Канаде стартовали предзаказы на Pixelbook и Pixelbook Pen. Когда гаджет выйдет на другие рынки, пока неизвестно. Вряд ли Google рассчитывает на высокие продажи. За немаленькую цену пользователи получают мощное устройство, которое с этой мощью ничего толком не может сделать. Операционная система Chrome OS сейчас слишком ограничена функционально по сравнению с Mac OS и Windows. Так что новый Pixelbook — это устройство исключительно для энтузиастов технологий, обеспеченных любителей экзотики. Также Google презентовала беспроводные наушники Pixel Buds. Выглядят довольно симпатично. Чтобы не терялись, наушники соединены шнурком. Главная фишка Pixel Buds — возможность перевода речи собеседника в режиме реального времени. Для этого работа наушников тесно интегрирована с ассистентом от Google. Чтобы начать перевод, достаточно коснуться сенсора на правом наушнике. Pixel Buds понимают 40 языков, если среди них русский, пока неизвестно. Но будем надеяться. Также интересно проверить качество перевода. Ведь тот же онлайн-переводчик Google, хоть и вроде понимает контекст, но иногда выдает невероятные вещи. При помощи сенсора на правом наушнике также происходит управление плеером, а голосовой ассистент поможет не только вызвать переводчика, но и отправить сообщение или, к примеру, узнать расстояние до пункта назначения, если владелец находится в пути. Цена Pixel Buds не сказать, что большая, учитывая функциональность — это 160 долларов, но без ложки дегтя традиционно никак. От одного заряда уши живут максимально 5 часов. С другой стороны, AirPods от Apple умирают за такое же время. Заряжаются умные наушники Google, так же, как и конкуренты в специальном кейсе. Емкость дополнительного аккумулятора, находящегося в футляре, составляет 620 мАч. В самих наушниках батарейки на 120 мАч. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.